Дивиденды в январе 2022 года. Привет, меня зовут Павел Абастов и в этом видео я тебе покажу, какие компании будут платить мне дивиденды в январе 2022 года. В общем, ставь лайк, поддерживай меня и небольшой дисклеймер. Все это видео не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я лишь показываю акции, которые будут мне платить дивиденды в январе 2022 года. Я вдумаю, может быть, назвать эту рубрику что-то типа дивидендной зарплаты. Если тебе нравится такое название, то я буду записывать такое видео каждый месяц. Ладно, хватит тянуть кота за одно место, давай приступим. Итак, чтобы посмотреть, какие акции будут мне платить дивиденды, мы перемещаемся в Тинькофф Инвестиции. Так, Тинькофф, кстати, да, это мой профиль Пульс Аккаунта, если интересно, подписывайся. Если ты не в курсе, что такое, Пульс это социальная сеть для инвесторов, которые инвестируют через брокер Тинькофф. Внизу в описании под видео я оставлю ссылочку на открытие брокерского счета, если интересно, открываешь брокерский счет Тинькофф Инвестиции по моей ссылочке и вот заходишь в профиль Пульс Аккаунта, на меня подписываешься, можешь посмотреть мою доходность, мой состав в портфеле, мои сделки и так далее. В среднем у меня получается около 20% годовых ежегодно, я инвестирую более 8 лет и в принципе 20% годовых меня более чем устраивает. Итак, перемещаемся в раздел «Что купить» и тут есть раздел «Календарь инвестора». Заходим в «Календарь инвестора», выбираем «Мои бумаги», дальше выбираем «Дивиденды» и выбираем с 1 по 31 число января. Опускаемся чуточку по нише и смотрим. Итак, 5 января будет дивидендная отсечка по акциям компании MasterCard, будут дивиденды 49 центов на одну акцию и доходность 0,14% годовых. По этим акциям дивиденды платятся раз в квартал, то есть 4 раза в год, соответственно мы получаем дивидендную доходность, что-то в районе 0,5%, но на самом деле эти акции покупать не из-за дивидендов, это ростовой актив, то есть акции компании MasterCard хорошо растут, показывают порядка 15-20% доходности ежегодно, ну а дивиденды тут идут бонусом. Ладно, идем дальше. 5 января также будет отсечка у акций компании Татнефть. У меня их две разновидности, это Татнефть обычные акции и Татнефть привилегированные. На каждую акцию будет, значит, по обычной будет дивидендная доходность 2% годовых и заплатят они почти 10 рублей, и по привилегированным также будет почти 10 рублей, но дивидендная доходность будет повыше. Вот эти уже акции люди берут ради дивидендов, потому что они платят, если я не ошибаюсь, 2 или 3 раза в год, может 4. Честно, я не в курсе. Давай зайдем так в Татнефть обычная дивиденды раздел. Вот, они платят дивиденды 2 раза в год, обычно в июле и в октябре, но сейчас почему-то платятся в январе. Честно, не знаю почему так, но вот так решил совет директоров этой компании, либо акционеры, у которых наивысший пакет. И сейчас по этим акциям порядка от 5 до 10% дивидендная доходность. Что, в принципе, нормально. Идем дальше. 11 января будет дивидендная отсечка по акциям Asensure. Это американская компания, которая заплатит мне почти 1 доллар на одну акцию. Дивидендная доходность тут получается 0,23%. Они платят дивиденды 4 раза в год, то есть раз в квартал. Соответственно, получается дивидендная доходность около 1% в долларах. Но хочу заметить вот что, я-то эти акции покупал раньше, и они сейчас очень сильно выросли. Смотри, Asensure, график смотрим за год, то есть за год эти акции выросли на 60%. Поэтому дивиденды 1%, ты вообще на него не смотри, эти дивиденды идут тебе бонусом. То есть, если ты покупаешь подобные акции, то есть подобные ростовые качества компании, то ты выигрываешь по доходности в первую очередь не из-за дивидендов, а из-за того, что акции очень сильно растут в цене. Но имею в виду, что такие акции обычно с очень завышенными показателями, и они могут корректироваться так же хорошо, как растут. Поэтому имей это в виду. Кстати, если говорить по доходности, вот смотри, акции Asensure выросли на 60% за последний год, но я-то покупал их раньше, и у меня по ним сейчас трехзначная доходность. Но так как я покупал акции раньше, то у меня не только трехзначная доходность по ним, то есть они не только у меня выросли в цене, но и моя дивидендная общая доходность по ним тоже выше, потому что я их брал значительно дешевле, чем они сейчас. В этом и плюс долгосрочных инвестиций, потому что ты покупаешь акции по одной цене, и потом всегда получаешь дивиденды каждый год, каждый квартал и так далее. И плюс сами акции тоже растут в цене, соответственно твоя доходность увеличивается. Но так как я долгосрочный инвестор, в моем инвестиционном портфеле есть компании, которые платят двухзначную и даже трехзначную дивидендную доходность. Это значит, что по некоторым акциям я получаю дивидендами больше, чем цена, по которой я покупал эти акции много-много лет назад. Это самый крутой плюс долгосрочных инвестиций. Ладно, идем дальше. Так, 11 января акция Сенчер, это мы посмотрели, и еще 11 января будет дивидендная отсечка по акции Магнитогорский металлургический комбинат. По ним будут дивиденды 2,5 рубля на одну акцию, и дивидендная доходность почти 4%. Причем по акциям ММК платят дивиденды не один раз в год, а раз в квартал. Вот смотри, заходим в Магнитогорский металлургический комбинат, дивиденды, и вот смотри, дивиденды платятся 4 раза в год. Вот смотри, возьмем 2021 год, 12 января дивидендная доходность была 4%, 15 июня 2 с лишним процента, 15 июня 1% и 23 сентября 4,5%. То есть дивидендная доходность порядка 20% годовых. Ну тут нечему удивляться, потому что ММК это металлург. Те, кто занимается ремонтом, просто, наверное, в шоке от того, что дерево, металл, бетон и другие всякие штуки для ремонта выросли просто на сотни и сотни процентов. А вот эти вот подобные компании типа ММК, то есть Магнитогорского металлургического комбината, они занимаются металлом, а цены на металлы выросли. Соответственно, мы ждем повышенных дивидендов. И вот 11 января заплатятся хорошие дивиденды в районе 3 с лишним процента годовых. Почти 4% годовых, а дивиденды платятся не раз в год, а 4, блин, я вообще в восторге. Ну и последняя компания, от которой я получу дивиденды, это Норильский Никель, 12 января. По ним будет дивиденды на доходные 6,5% и они заплатят 1523,17 рубля на одну акцию. Если мы зайдем в эту компанию, так она сейчас стоит 23364 рубля, в принципе, не так дорого. Если мы переместимся на вкладочку дивиденды, так вот, 12 января 2022 года, объявленные уже дивиденды 1500 рублей и доходные 6,5%, что, в принципе, нормально. Отлично, мы посмотрели дивиденды, давай я себя сейчас уменьшу, так, сейчас, 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 секунду, так, вот, запись экрана, я себя уменьшаю, перемещаюсь в браузер. Я сейчас нахожусь в сервисе Snowball Income, это сервис для учета инвестиций. Если мы зайдем в календарь выплат, вот видишь, портфель, календарь выплат на год вперед и вот календарь выплат. За 2022 год я получу 19000 рублей с дивидендами, на самом деле это не конечная цифра, потому что я каждую неделю пополняю портфель, покупаю новые акции, которые платят дивиденды. Эти дивиденды я реинвестирую, то есть сложный процент работает, кольцо крутится, лавешка мутится, короче, дивидендная доходность за год будет явно выше, чем 19000 рублей. В среднем получается в месяц у меня 1500, но на самом деле будет больше, потому что не только я докладываю средства и покупаю новые акции, не только я реинвестирую дивиденды, но и акции тоже повышают дивиденды. Соответственно, у меня получается тройная повышенная доходность, так что на эти цифры вообще не смотреть. Так, в январе я получу дивидендами 1881 рубль 49 копеек, это уже объявленные, то есть конечные дивиденды. Давай пустим еще чуть-чуть пониже, вот смотри, январь, 2022 год. Такие дивиденды я получу, то есть 1881 рубль 49 копеек. И вот-вот по таким компаниям. И у тебя закрадется вопрос, смотри, тут какая-то Pepsi, какой-то Merck, Omnicom, еще Total есть. Так откуда эти дивиденды, если ты их не назвал раньше? Вот ты вот мне так спросишь, и я тебе отвечу, смотри, вот, например, возьмем компанию PepsiCo, по ним дивидендная отсечка была 2 декабря 2021 года, то есть месяц назад. И по ним я должен получить дивиденды 7 января. Если ты вдруг до сих пор не понял, что такое дивоотсечка, это дата, до которой нужно тебе купить акции, чтобы войти в реестр акционеров. То есть составляется реестр, держатель акций, то есть у кого эти акции на балансе, те и получают дивиденды. То есть кто купил акции до 2 декабря 2021 года, тот и получает дивиденды, кто не купил, тот дивидендов не получит. И у тебя вот такой закрадется вопрос, а что если я куплю акции, получу по ним дивиденды и потом продам, заработав и дивиденды и продав акции, а не получится? Потому что будет дивиденды гэп на уровень дивидендов, поэтому не старайся перехитрить брокера и биржу. Не получится сразу, говорю. Ладно, давай посмотрим все компании. Так, PepsiCo заплатит мне 7 января доллар, потом компания Merck заплатит 69 центов тоже 7 января, дальше идет 10 января. Это я дивиденды получу по Татнефть, по Аббычке и по привилегированным акциям. По 10 рублей, у меня их по 2 штучки, соответственно я получу по 20 рублей дивидендами с каждой акции. Дальше 11 января я получу 70 центов от компании Omnicom Group, дальше идет MMK 79 рублей, ну почти 80 рублей я получу 13 января. Дальше 14 января я получу 1500 рублей от Narnikil и по тоталью я получу 25 января дивиденды 75 центов на 1 акцию. Кстати, что я хочу сказать, это то, что этот сервис с Noblink достаточно удобный, достаточно интересный. Тут можно посмотреть свой календарь выплат дивидендов, можно смотреть аналитику подробно по портфелю, можно смотреть какая у тебя доходность, какие у тебя компании, по разным секторам, по отраслям, насколько они падают, растут. В общем, тут есть подробная аналитика, если интересно, ссылочка внизу, в описании под видео я оставлю ссылочку на обзор этого сервиса. Переходишь и смотришь, если сервис тебя устраивает, то можешь с удовольствием им пользоваться. Подытожим, в этом видео я тебе сказал список из акций, которые будут платить дивиденды в январе, и второй я тебе показал компанией, по которым я получу дивиденды в январе 2022 года. Если видео оказалось полезным, поставь лайк. Если я увижу, что будет много лайков, я буду записывать подобное видео про дивиденды и выплаты на каждый месяц, то есть на январь, на февраль, на март и так далее. Но если будут лайки, если лайков не будут, то я не буду записывать такие видео. Кстати, да, если у тебя есть какие-то вопросы, пиши внизу в комментарии, и я постараюсь ответить на твои вопросы. Но если тебе понравилось видео и оказалось полезным, то тоже можешь написать внизу в комментариях, мне будет очень приятно. Но если ты хочешь больше видеть подобных видео, то подписывайся на канал и смотри больше видео от меня. В принципе, все, видео подошло к концу, я напоминаю, что с тобой был я, Павел Абастов, увидимся в следующем сюжете и пока-пока.